Как мы обещали всем нашим радиослушателям, в гостях у нас специалист и мастер по фэн-шуй Виктория Евгеньевна Мишина. Здравствуйте, Виктория Евгеньевна. Здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, первый вопрос. Ну как вот вам наша атмосферка тут? У вас атмосфера очень хорошая, радостная и позитивная, что всегда преследуется именно фэн-шуй, чтобы люди были позитивны и хорошо друг к другу относились. Фэн-шуй. Ну, у всех голова. Что такое фэн-шуй? Правильно? Да, потому что люди, вот все обычные люди, да, они слышали, вот сто процентов слышали, что такое фэн-шуй. Но для кого-то это как правильно поставить мебель и все, больше ничего. А на самом деле, я думаю, там же много. А это философия, да? Это наука или нет? Это философия, это наука. Я хочу это подчеркнуть. Многие задают вопросы, как нам православным, можно ли пользоваться фэн-шуй? Дорогие слушатели, запомните, фэн-шуй это наука, это не религия. Вот, ага. У нас, в принципе, очень много истоков одинаковых. Вспомните наши все, даже церкви, главки закругленные, окна закругленные, это замечательный фэн-шуй. Это все устаканивает, улучшает жизнь. И заметьте, больших эпидемий в России, ну и, скажем так, на Востоке, их было намного меньше, чем в Европе. Мы говорим о средних веках. Вот, Нотр-Дам-де-Пари, чистая готика, все острое, горгулии. У них было много эпидемий, много людей умирало. То есть это с этим связано? Это все с этим связано. Фэн-шуй приветствует закругленные углы, стены, все сглаживание. Сглаживание всех острых углов, как в архитектуре, в мебели, в отношениях, ну и в жизни. Зачем нам агрессия, споры? Лучше все решать мирным путем. Действительно, вот чем меньше углов, тем лучше наука. Хорошо, мы поняли, это не религия, это стремление к минимизации углов в вообще жизни. А, скажем так, что это регулирует? Как я понимаю, не только, вот как вы сказали, здоровье, да? Что еще? Там успех, деньги, там удачу в работе, еще вот... Фэн-шуй может улучшить все. Можно правильно сказать, при помощи фэн-шуй можно улучшить все. Главное, чтобы вы понимали, что вы хотите. Отлично. Проблема в современном мире, что люди плохо знают и понимают, чего они хотят от жизни. Вот конкретно, вы мне можете рассказать про кого-нибудь или про себя, что вы хотите в этой жизни? Нет, давайте, давайте. Давайте, давайте. Вы хотите карьеру или славу? Разные вещи. Наверное, да. Ну, давайте так, давайте так, давайте так. Наверное, карьера, карьера, наверное. Карьера. Карьерный рост, следующая должность. Ну, да, наверное, так. Замечательно. Поэтому я могу вам сказать, что вам лучше передвинуться вот в этот угол. Я не знаю, как по радио, это правильно сказать. Передвинуться немножко к окну. Немножко к окну. Немножко к окну. Так, а если, подождите, давайте сразу тогда, если я хочу славы, допустим. И того, и другого. Тогда важнее вам надо поменяться с местом скатенька. Шишечки. Я, знаешь, я так и знал. Это потому, что сейчас в перископе на тебя смотрит камера, на тебя большая направлена. Вот и все, все, надо поменяться. Значит, ты садишься за пульт. Все повышу. Ты садишься за пульт, я садюсь туда. Ребята, не будем ссориться, не будем спорить. Нет, мы не спорим. Мы не спорим, мы думаем, кому что лучше. Да, а вот мне, я уже, вы знаете, вот осознала, да, и поняла, что же мне нужно. Хочу замуж. Замечательно. Вот и добились мы в эфире того, что Катя это произнесла. Хорошо, можно над этим поработать. Я дам вам домашнее задание. Хотите, могу в эфире, можем после эфира. Ух ты. А для начала вам в юго-западную зону вашей комнаты, ну, квартиры, можно поставить утки-мандаринки. Знаете, что это такое? Да, я видел их на картинках, они такие смешные маленькие. Да, две уточки, смешные уточки, но они бывают разных размеров, разного материала. Вот в юго-западную зону. Так, в юго-западную дома поставить уточек-мандариночек. И четко сформулировать, что я хочу замуж за лучшего мужчину в моей жизни. Так, так, замечательно. Слушай, класс. Мне нравится, мне фэншуй нравится. И, в принципе, вы абсолютно правы. Первое, с чего надо начинать, это в своей голове расставить приоритеты. И, ну, вот как посылы давать. С чего же я действительно хочу. Да, мысли материальные. Что такое наука фэншуй? Она гармонизирует окружающее пространство. Главное правильно сформулировать мысль, заикарить, ну, это из НЛП, не знаю, ну, как бы. Да, 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 да. Заикарить вот этими символами фэншуй в нужной зоне. И вы будете чаще думать о том, что вы хотите. А мысли материальные, никакой магии, никакой колдовства никакого. Все зависит от нас. А фэншуй немножко помогает. Вот я часто встречаюсь с архитекторами или дизайнерами, и, в принципе, совпадают у нас требования. Например, кровать не может стоять ногами к двери в комнату. Так. Это плохо. Зеркало не может висеть напротив входной двери. Тоже плохо. Это те табу, которые нарушать нельзя. В принципе, все остальные моменты, ну, почти все, могут корректироваться. Ну, у нас немножко, мы не Китай, у нас другой менталитет и другая архитектура домов. Но, в принципе, корректировать все можно. Зеркало нельзя вешать напротив входной двери. Да, тут просто активная дискуссия. У нас она, дорогие слушатели, не прекращается. Зеркало нельзя вешать напротив входной двери. Да, она отпугивает всю удачу. А если около и, ну, рядом, но не в дверь смотрит. Рядом с дверью можно, рядом с дверью. Вот входная дверь справа, вы стоите в коридоре, смотрите на входную дверь справа или слева. Сбоку можно, напротив нельзя. Ну, это логично просто как-то. Ты выходишь или входишь. Ну, выходишь, скорее всего, ты прихорошился там и пошел. Ну да, пюрышки начистил. Ну а что касается, например, растений, цветов, есть ли какие-то рекомендации или по всему дому? Растения лучше в спальне, много не ставить растений в спальне. Так в любой комнате можно ставить растения очень хороши, они являются общими гармонизаторами любой зоны. Но опять же, по фэн-шуй можно подбирать в каждую зону определенные растения. Замечательно. То есть на все есть свой закон. Так что сначала организовали голову и то, что внутри нее, потом свое пространство. И вот по всем девяти сферам, которые нас, дорогие наши ростовчане, интересуют ежечасно, ежеминутно, вот по фэн-шуй все сделали и все у нас постепенно начинается получаться. Так, ну а вот еще такой вопрос про формулировку. Для меня важно, знаете, вот говорят иногда, нужно в позитивном ключе мыслей, да? А иногда, вот не хочу, чтобы там это со мной больше происходило, желаю этого. А вот говорят, что космос не слышит... Слову, приставку не. Да, это правда? Да, это позитивно, это правда. Поэтому из денег, для чего вам деньги, что вы хотите? Ну какие-нибудь материальные желания. Пожалуйста, очень просто все, хочу машину. Замечательно, вы прописываете, у меня есть машина, ну такая-то, какая вы хотите. Обязательно, да. У меня уже есть, или я с удовольствием езжу на автомобиле таком-то. Есть такой фэн-шуй автомобиля, ну и он в принципе разрабатывается индивидуально под каждую машину, под каждого хозяина. Для этого нужно знать идентификационный номер, но такие общие рекомендации я могу сейчас дать. Значит, под сидением водителя должна лежать бутылка с водой полная. Но если выпили, заменять. Это для более спокойного ощущения себя в машине. Для безаварийных поездок в багажник справа, как можно ближе к себе, прикрепляется фигурка черепахи. Ну, замечательно, Виктория Евгеньевна. И тут, конечно, ну сложно вас не спросить о преддверии новогодних праздниках. И, наверное, в фэн-шуе тоже есть какие-то свои фишки, свои рекомендации. В чем встречать, как встречать. Насколько я знаю, это будет год обезьяны. Красной обезьяны, огненная обезьяна. Красная огненная обезьяна. Не какая-нибудь простая вам обезьяна. Да, да, да. Поэтому, дамы, ну и господа, конечно. Начинаем готовиться к Новому году. Давайте. Квартиру украшаем очень активно. Так. Красные цвета, много елок. Желательно украсить несколько елок. Ну, одна основная большая и еще несколько маленьких, можно искусственных, но украшенных. Гирлянды и дождик, вот активный большой, хорошо бы развешивать по потолку и по стенам. Ну, кроме там, кто любит украшать елку дождиком, кто нет. Ну, вот в этом году лучше развесить по стенам и по потолку. Ну, мы в ассоциации с обезьянкой с нашей. Неважно, где встречать и с кем, главное, чтобы весело было. Весело. Да, это хорошо. Настроение, настроение. Настроение, да. Значит, ну, еще раз повторю, украшения дома. Красные цвета, мишура. И чем больше украшений, тем лучше. Не нужно стремиться к минимизализации елок. Ну, вот у нас в последнее время модно, сейчас лучше больше. Лучше больше, да, больше. Много-много-много. Где обезьяне поскакать? С елки на елку. Да, елку можно украшать как игрушками, так и золотыми орешками самим сделать с детьми. Гирлянды, цепочки, красные ленты. Вот ручная работа, очень приветствуется. Так. Да, кстати, на елку еще можно вешать бусы и фрукты настоящие. Ух ты. Там, которые выдержат 10 дней. Ну, если они выдержат, как и конфеты. Да, бывают такие сейчас фрукты, которые и 30 дней могут выдержать. А именно в этом, как оно, воск, да? Воски. Яблочковоски. Отлично сохранить за несколько лет. Замечательно. Значит, необходимо, чтобы в комнате, в центральной комнате стояли большие вазы с фруктами, с орехами, с конфетами. Ну, опять же, ассоциации порадовать обезьянам. Да, да. Плохо применять серый и черный цвет. Давайте, да, как бы в этом году лучше его не применять. В нарядах использовать красный, оранжевый, золотой, фиолетовый. Можно разбавить синим и зеленым. Так, отлично. Так, это у нас... Что касается нарядов. Ну, маскарадные костюмы очень хороши. И знаете, сейчас появились такие шапочки на голову, как заколочки. Тоже очень, ну, обезьянки, о чем говорить. Все так и должно продвигаться. Надо накрасить губы, нарисовать веснушки. Может быть, это, свеклу взять, начать еще и краску. Да, помните, как вот кругляшки такие делали, если помните, да. Значит, самая дорогая посуда, желательно. Ну, и самые необычные блюда. Но еда должна быть легкая, очень разнообразная, из мясного. Птица и кролик. Так. Также всякие салаты овощные, не в цели здорового питания. Именно, чтобы много было травы, вот, овощи, обезьяны это любят. Все, что обезьянки покушают. Фруктовые салаты. Очень хорошо. Томаты, ну, разноцветные перцы. Вот в этом году, в праздновании этого Нового года должно быть все яркое, красивое, ну, блестащее, красочное. Потому что год обещает быть интересным. Да, он будет активным и несколько волнующим, и всякие перемены. Но все закончится хорошо. И следующий год очень хорош для вступления в брак. Опа. Ага. Так. Где мои мандариновые утки? Дорогие ростовчане. Пора. Активизируйтесь. Следующий год, 2016, объявляется годом свадеб. Свадеб. Да, да, да. Ну, в принципе, так и есть. Замечательно. Ну, что, все знают, что нужно делать для того, чтобы быть эффективными в той или иной области. Виктория Евгеньевна Мишина сегодня с нами беседовала и рассказывала нам о всех закономерностях, интересных моментах и том, что касается фэн-шуя. Спасибо вам, Виктория Евгеньевна. Во нашей доброй традиции в конце часа мы просим наших гостей пожелать что-нибудь Ростову, ростовчанам. Вот что бы вы хотели сегодня сказать городу? Городу я хотела бы сказать, чтобы он стал еще красивее. Он в последнее время стал улучшаться очень сильно, очень красиво, очень хорошо. Кстати, не знаю, связано ли это со знаниями о фэн-шуй у наших архитекторов, но он улучшается и он становится более благополучным, достаточным и позитивным, в принципе. Ну, у Ростова он всегда был Ростов. С Ростовом лучше не ссориться, поэтому Ростов всегда даст отпор. Поэтому, чтобы сила в Ростове всегда была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова